О восстановлении Преображенского собора на родине Архимандрита Капустина теперь знают и в Москве. Отныне об этом в столице не только знают, но и готовы оказывать реальную помощь. На днях в Шадринской районной администрации состоялось подписание важного соглашения. Руководители Московского императорского православного палестинского общества и его курганского отделения поставили подписи под документом, который и появился-то, собственно, при активном участии местного фонда Батуринская святыня. Напомним, он был создан год назад. Наконец-то все-таки фонд созданный, православный фонд Батуринской святыни, помог нам сделать очень важную работу, потому что эта работа непростая, рутинная. То есть это оформление земли, собственность прихода, оформление здания храма, на это тоже ушло очень много времени. Ну и, конечно же, поднятие общественности, это на то, чтобы привлечь внимание к высокой дате Архимандрита Антонина Капустина, 200 лет со дня рождения. Так как этот человек очень многое сделал для России, вот, а и он и храм, где он родился, где его отец этот храм строил на родине, находится в таком состоянии. Как уточнил президент фонда Батуринская святыня, его участники очень дорожат теплыми отношениями с императорским обществом, с которым поддерживаются постоянные связи, планируются совместные мероприятия. По рекомендации президента императорского православного палестинского общества Сергея Степашина, при фонде Батуринская святыня будет создано молодежное отделение. Ну, так как я с студентами работаю, а молодежь – это активная часть населения нашего, и поэтому ребятам мы православные ценности будем насаждать, не насаждать, а привлекать их к этому, и это очень интересно, а тем более планируем обмены студентами с московскими, паломнические поездки в Иерусалим, я думаю, это, во-первых, заинтересует ребят, но поедет не каждый, а поедут лучше, те, кто и на храме поработает, тот-то историей займется и хорошие рефераты напишут, вот, наверное, те, ну, а другие будут у них учиться. Уроженец села Батурино, учредитель фонда Батуринская святыня Виктор Симаков в свое время задался целью не просто содействовать восстановлению сельского храма и возрождению имени начальника русской духовной миссии в Иерусалиме Антонина Капустина. Своей важнейшей задачей он теперь считает делать все, чтобы это имя никогда не было забыто. Большая масса еще не верит в вашу, спрашивает, а неужели вот сейчас мы леса поставим, все закончится на этом, да? Я говорю, нет, это только начало, а продолжение будет вечно, потому что мы будем здесь жить и работать.